В Ульяновской области прошло заседание Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам. Губернатору и представителям общественности доложили об итогах реализации нацпроектов в регионе за 9 месяцев. Проекты, прежде всего, должны быть полезны для жителей региона, для социально-экономического развития области, округа страны. Кроме этого, они должны быть синхронизированы с национальными целями и стратегическими инициативами Российской Федерации. Национальные проекты утверждены президентом России. Среди приоритетов – сохранение здоровья и благополучия людей, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. Ульяновская область принимает участие в 11 нацпроектах. По итогам первых 9 месяцев текущего года из 46 региональных проектов отклонений отсутствует только в 20. По остальным проектам есть недоработки. Несколько важных моментов. Первый – контрактация и кассовое исполнение. До конца года чуть больше двух месяцев. Это время, когда все контракты должны уже быть заключены. В разрезе нацпроектов целевой показатель не достигнут по четырем проектам. В их числе жилье и городская среда, здравоохранение, демография и образование. Кассовое исполнение нацпроектов в регионе составило 62% или более 8,5 миллиардов рублей. Это выше средних значений по России и лучше, чем годом ранее. Ключевой момент – это ситуация с контрактованием. Контрактуется у нас в этом году 9,2 миллиарда рублей. Было законтрактовано на 1 сентября 8,5 миллиардов рублей. Это 1300 контрактов и 93% от предусмотренного объема. Вот на слайде мы видим, что это больше, чем в прошлом году. Было 90%, но в то же время не достигает уровня, который был обозначен в качестве целевого счетной палаты. Что касается реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», общий процент выполнения составляет 95%. Работы продолжаются в городе Ульяновске и в ближайшие 10 дней должны быть завершены. На областных дорогах работы на 29 из 33 объектах также завершены. По региональному проекту региональная и местная дорожная сеть. На сегодняшний день запланировано выполнение работы на более чем 160 километров. Это ремонт асфальтобетонного покрытия. Напомню, что к 2024 году перед нами стоит задача достичь 85% нормативного состояния сети дорог в Ульяновской городской агломерации и 50% нормативного состояния дорог регионального значения. По нацпроекту «Культура» в Ульяновской области из 472 контрактов заключили 452. До конца октября этого года будут подписаны все оставшиеся. Проект «Творческие люди» в связи с пандемией пока не реализован в полном объеме, но планируется завершить его в ближайшее время. На сегодняшний день у нас остаются пока еще незаконченными капитальные ремонты в детских школах искусств, но мы эти процедуры тоже завершаем. В детской школе искусств номер 10 с не очень добросовестным подрядчиком сложилась сложная ситуация. В новом Ульяновской школе контракт также был продлен, но вот я была на прошлой неделе. Надеемся мы, что все обязательства будут выполнены в срок до 30 ноября. В Ульяновской области благодаря нацпроектам уже начали работать 12 новых объектов. Плановые значения на 9 месяцев достигнуты по всем показателям региональных проектов в 4 нацпроектов. Это цифровая экономика, экология, производительность труда, безопасные качественные дороги. Среди проблемных моментов обозначены затягивание сроков проведения торгов со стороны региональных ведомств и нарушение сроков исполнения контрактов со стороны поставщиков. Глава региона поручил взять на особый контроль направление, по которым выявлены риски, и усилить взаимодействие с районами для качественной подготовки документов по нацпроектам.